Всем доброе утро, мои хорошие! Ну вот новогодний праздник, можно сказать, позади, но праздники еще продолжаются. У кого-то, может быть, продолжается застолье, но думаю, застольев уже все люди устали, много ели, перенасыщались. И вот я сегодня проснулась утром и думаю, что-то хочется мне приготовить, что-то хочется съесть легкого. И я вспомнила, что я хотела протестировать вот эту кашу гречневую с тыквой и семенами льна от Фаберлик. И вот этот крем-суп бобовый с копченой паприкой. Вот сегодня такую легкую еду, малокалорийную, я хочу попробовать приготовить и поесть. И посмотрим вместе с вами, вкусно это или не вкусно, понравится или не понравится. С чего начнем? Ну, так как сейчас еще пока что утро, завтрак, надо поесть, наверное, кашку на завтрак, а на обед я приготовлю супчик. Ну, а если я что-то захочу приготовить еще, может быть, попозже, или это будет настолько ненасыщенная, может быть, еда, может быть, я голодная к вечеру буду. Ну, потом тогда к вечеру что-нибудь приготовлю и вместе с вами будем, наверное, готовить. Ну, что, надо рассмотреть внимательно, что тут пишут. Каша гречневая с тыквой и семенами льна с бамбуковой клетчаткой. 100% натуральная, высокое содержание бета-каротина, железо-пищевых волокон. Три порции, время приготовления 5 минут. Способ приготовления. В кипящее молоко или воду. Ну, у меня есть молоко, сделаю с молоком. Объем 540 мл. Высыпать содержимое, перемешать, довести до кипения, убавить огонь и на медленном огне варить 5 минут. Снять с огня, подсластить и добавить соль по вкусу. По желанию можно подать с орешками. Прекрасно. Что у нас в составе? Хлопья гречневые, тыква молотая, семена льна, бамбуковая клетчатка. Может содержать среды глютена, сельдерея, сои. Без соли, без усилителей вкуса. Только натуральные компоненты. Гречка, бамбуковая клетчатка, тыква, семена льна. Вот. И куча всяких витамин. Ну, это полезно. Я вижу, что это полезно. Будем пробовать, будем сейчас делать. Я взяла молоко полтора процентное. Ну, на воде что-то не захотела делать, потому что, ну, тыкву я не очень-то люблю. Я думаю, что тыква с молоком будет получше. Вот достала пакетик. Вот выглядит как вот эта гречка с бамбуковым волокном. Но она как бы не похожа на гречку. Ну, посмотрим, что это будет за каша, посмотрим. В общем, отмерила 540 миллилитров и поставила на плиту. Все, подожду, пока закипит, и потом засыпем, сделаем кашку. Все, девочки, я засыпала кашу. Ну, вот помешиваю. Сейчас поставила на единичку, немножко убавится. Добавила чайную ложку сахара, немножко соли. Ну, орешков у меня нету, я добавлять их не буду. Ну, вот такая, девочки, получилась каша. Интересно, интересно, что же она на вкус. Я чувствую семена льна. Немного вкус тыквы чувствую. И совсем не чувствую вкуса гречки. Ну, любопытная каша. Ни с чем она что-то не сравнится, но я ее поем. Так-то вроде ничего на вкус. Но непривычно. В общем, девочки, кашу я поела. Вот то, что я положила в тарелочке, эту кашу я съела. Но, что я вам хочу сказать. Каша вообще особо-то на любителя. Вот мне она не понравилась. Я уже, когда ее ела, думаю, наверное, надо было мне просто сварить гречку и просто поесть с молоком. Этот вкус я знаю, он мне знакомый и, в общем, мне нравится. А вот эта вот, ну, она мало того, что такая вот какая-то она диетическая, мало того, что гречки там вообще я не почувствовала. Но самое интересное то, что я минут через 40 почувствовала себя голодной и думаю, что бы я хотела поесть. И думаю, хочу я жареной картошки. Вот такая вот диетическая еда. В общем, короче говоря, девочки, я не могу никому там советовать вот это вот брать. Мне не понравилось. Лично я брать уже такую кашу не буду. Ну и вот этот суп, если он такой же не сытый, но не сытный, да, то я его сейчас варить не буду. Может быть, завтра я его сварю. Так, между делом, как перекус, я его просто попью, поем, не знаю, суп-пюре написано. Но сейчас я конкретно хочу есть. Я просто сейчас решила взять и пожарить картошку, вот так. А еще у меня есть домашняя колбаска. И я в жареную картошечку положу еще домашние колбаски. Вот, моя еда уже почти готова. Картошечка с колбасочкой, да еще соленые огурчики. Вот это то, что мне нужно. Вот это я люблю. Девочки, включила я какой-то фильм, называется «Отторжение» на ютубе. Фантастика, но это наш русский фильм. Короче, посмотрю, скажу вам, понравился он мне или нет. В общем, девочки, еле досмотрела я этот фильм. Он мне не понравился, очень скучный фильм. И я под него чуть не уснула. В общем, сейчас буду искать что-нибудь более бодренькое. Ну что, доброе утро, девочки. Что у нас на улице? У нас на улице опять, как всегда, плюс 5 градусов, пасмурно, ветер. В общем, ничего такого веселого нет. Снега нету. Мрачноватенько. Еще раз доброе утро, мои хорошие. Ну что, день следующий наступил. Погода у нас мрачная. Как была на Новый год, так и осталась. Вот ни снега, ничего, просто пасмурно, ветер. Ну и скоро еще дожди пойдут. Ну да ладно, погоде. Я почитала комментарии под песней, которую я спела на Новый год у дочки. В общем, не ожидала, что большинству понравится мое пение. Я, честно говоря, думала выкладывать, не выкладывать. Думаю, ладно, я выложу это видео и посмотрю. Если будут плохие комментарии, я его просто удалю. Ну, на мое удивление, большинству понравилось. Ну, если вам нравится, как я пою, значит, я буду иногда, редко, выкладывать, в общем, свои песни какие-нибудь. Кому-то не понравилось. Кто-то пишет, бедные соседи. Ну, девочки на Новый год, во-первых, это пели. Мы караоке. И я думаю, что это лучше, чем когда сверлят. Вот там у дочки сверлят постоянно, каждый день. Штробят, дробят. И, по-моему, песни послушать это лучше, чем когда сверлят. Ну, а что сегодня я собираюсь сделать? В общем, я, как обещала, протестировать суп-пюре от Фаберлик. Гречка, мне это не понравилось. На самом деле, там гречкой не пахнет. В общем, я не знаю, из чего это делается. Там бамбуковое волокно какое-то. Ну, в общем, это не то, что я ожидала на самом деле. В общем, такую еду я не люблю. Это на любителя. Ну, теперь мне просто любопытство разбирает попробовать суп-пюре. Суп-пюре бобовый. Вроде так, как бы, должен быть, как я ожидаю. Но если будет это не то, что я ожидаю, значит, тоже не буду я это брать. Ну, попробуем вместе, чтобы вы тоже знали, что это такое из себя представляет, что на вкус. Но долго я вас томить не буду. Давайте сейчас посмотрим, что там за состав и сделаем, сварим этот супчик. Его надо варить. Ну, в общем, что тут пишут? Крем суп-пюре бобовый с копченой паприкой и с бамбуковой клетчаткой тоже. 100% пишут натуральное. Высокое содержание железа, фолиевой кислоты, пищевых волокон. 5 порций. Время приготовления 20 минут. Так, ну и тут вот пишут в кипящий бульон. 1,2 литра. Можно залить на медленном огне. 20 минут варить. Крем суп-побовый. Так. Состав чечевица. Гороховые хлопья, овощи, зелень сушеные. Паприка, лук, репчатый морковь. Томаты. Содержание такое натуральное, бамбуковая клетчатка. Без соли, без усилителя вкуса, только натуральные компоненты. Без ароматизатора, без ГМО. Куча витаминов. Вроде полезно должно быть. Ну, попробуем давайте. Паприка, морковь, томаты, лук, чеснок, кориандр. Ну, вот я распаковала коробочку, достала содержимое. Вот так вот оно выглядит. Какие-то хлопья там, мелкая, вроде бы чечевица видна. Ну, еще что-то непонятное, зелень какая-то. Ну, посмотрим. Вот я всыпала, девочки, в кипящую воду все это. Выглядит симпатично и пахнет вкусно. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, когда оно сварится. Вот сейчас убавляю я мощность и на медленном огне 20 минут будем варить. Ну, вот прошло 20 минут. Я уже в конце варки посолила. Я смотрю, разварилась вот эта вот чечевица. Бобовые. Ну, запах хороший. В общем, немножечко остынет. И написано, можно блондировать. Я думаю, что блондировать, наверное, я сделаю это, чтобы это было действительно как суп-пюре. Ну, вообще, это по желанию. Ну, что, девочки, вот такой вот супчик у меня получился. Я его блендером разбила. Вот такой, правда, суп-пюре. Ну, давайте сейчас попробую я его. Ну, супчик уже подостыл немножко. Такой вот пюрешный. Ну, в общем, съедобный. Кушать можно его. Ну, на самом деле, когда мы делаем суп гороховый сами, ну, лично у меня он получается вкуснее. Ну, а если вот так на скорую руку, притом диетически, можно сделать так. На вкус больше чувствуется даже вот паприка, чем горох. Ну, горох, это чечевица, она едва такая уловимая. И специи немножко чувствуется. Ну, в общем, суп-пюре такой можно покушать. Я его поем, выливать не буду. Но, в принципе, лучше, конечно, варить самим. Но этот супчик варится быстро. 20 минут, и он готов. Да, гороховый суп я варю дольше. Надо еще. Прям понравился даже, честно скажу. Вполне даже неплохо. Суп-пюре такой. Да, я его поем с удовольствием. Ну, вот и все, мои хорошие. Все, что я хотела протестить, я протестила. Больше я сегодня делать ничего не планирую. Нет, на ужин я, конечно, приготовлю. Я уже мясо захотела. Я просто сварю гречку обычную. И сделаю тушеное мясо. Но уже это снимать я не буду, потому что особенного там ничего нет. Мясо я потушить закину в мультиварку. Там оно тушится. Над ним стоять не нужно. Хорошо протушится. Там 2 часа поставлю и все. Ну, и гречку обыкновенно сварю и все. Ну, и на этом я видео свое хочу закончить. А кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто хочет. Кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok